друзья посмотрите я вчера пекла оладьи и забыла убрать тесто посмотрите как она у меня поднялось и какой она стала пористая вы представляете какие сейчас будут пышные оладьи посмотрите друзья сейчас я спеку и посмотрим ничего себе она поднялась вот это да какие пышные толстички вам какие такие пышные у меня оладушки получаются прелесть просто все друзья вот такие вот получились у меня замечательные оладьи очень пышненькие тесто такое было можно было бы наверно даже беляшей сделать но у меня не было фарша нет фарша даже если его и делать это лень заморачиваться да и никогда я так по-быстрому допекла чтобы не испортилось тесто кто сейчас завтракает всем приятного аппетита ну а я пойду кормить ореху вот остатки сметаны выгребла с банки мы сейчас будем завтракать такими вот оладьями такая кучка у меня горка получилась кто сейчас завтракать всем приятного аппетита и хорошего дня оставайтесь с нами так друзья оп выключилась что-то все давайте андрюшка включил свет посмотрим какие новости у нас на сегодняшний день вот видите вы чертоваются как сказать то вырисовывать а чертовой вырисовывается душевая кабинка вот видите уже поставили стеночку вот она стена из гипса картона фокусируйся это у нас будет отверстие горячая холодная вода постелили пол теплый но я андрюшки уже скачут и нам жирно посмотрите получилось практически на всю ванну много я думала будет поменьше ну теперь уже как есть и начали в душевой закладывать плитку напольную андрюшка сказал толстый слой этого клея вот видите какой толстый слой но вот пожалуйста мой пальчик сколько это сантиметра три наверно высоту 4 так где-то но они делают откос скос чтобы все шло в слив пол будет под наклоном не будет ванны ну да пол то у нас сам вот этот профиль будущего дверь к которым будет ездить пол сам будет вровень здесь не будет бортика маленький будет на же дверь этот профиль в общем короче я хотела с бортиком андрюха меня отговорил и сказал давай вровень с полом вот такой вот слив так будет красивее ну посмотрим не знаю зато так не совсем экономично потому что видите сколько клея уходит вот этого вот там корише всем тоненький слой так и здесь тогда будет весь толстый слой получается чтобы пол сравнять здесь тоже будет наложен толстый слой ладно теперь уже как есть посмотрим но уже чертовы вается как сказать то опять не знаю как сказать в общем границы уже видны тут прижата видите лепешки а ходить можно по нему до вот стена стена с этой стороны покажу вот тут будет трон самый главный дом вот здесь а здесь андрюх игру наверное даже влезет душевая а это как мастеральная машинка скорее всего я не хочу сюда раковину вот я вот здесь хотела да умывальник на этой стороне фокусируйся давай молодец на этой стороне сделать дух от тебя в кадре нету апреля буруха твою есть отойди подальше вот тут у меня будет а где я поставлю стеллаж вот вроде когда она была пустая в этот угол здесь ничего не остается вот в стеллаж угол да просто когда она была пустая столько было место уменьшилась получается сантиметров на 8 везде тут на 8 а тут на 8 уменьшилась какая-то маленькая ванна это все в притирочку получается я думала у меня будет просторная такая тут тут это это тут поставим ага унитаз то бы в лес с раковиной неплохо вот здесь будет на этой стороне умывальник зеркалом включать на этой стране делать минутой да я не знаю как открываем сюда или туда пащи ничего не знаю до понятно он тебе так не ответил понятно походу у меня стеллаж только вот сюда влезет где будет полотеночка стоять какие-нибудь травки арома масла я думал это я все вот тут размещу мы уже еще посмотрим может быть если мой гарнитур который я хочу в икеи купить сюда поставить тут вообще ни хрена не влезет с большой раковины которые хотела не такой как и будем ее покупать это было бы здорово в общем вот друзья смотрите вот так вот у нас на сегодняшний день завтра мы с работы приедем здесь уже будут изменения потому что работники завтра придут без нас мы завтра на работах на работе с андрюшкой вот получается ванна делится на пополам а тут плитка будет с этой стороны все вот здесь будет плитка я поняла мы чего-нибудь на стены придумаем здесь я плитка не хочу у нас осталось может быть это и сделаем чем нужно станете короче короче вот так вот друзья сколько длина вот от этой стены до этой метр пятьдесят три по сантиметру на этот самый на плитке и метр пятьдесят копейку носа вроде карстка огромная да и в то же время какая-то маленькая наносит а большущая посмотрите кто у меня тут попался я воду слила уже все сил нет абсолютно выбился из сил и что мне с тобой делать что мне с тобой делать блин мне динаю все перемывать кипятком обдавать вот нахрена ты сюда забрался локите оскорбить все уже сил нет он совсем слабый вот чё я буду с тобой делать с таким макликом не могу я так его взять и грохнуть ну что я за дура такая пошла этот хотела посуду помыть а тут он плавает локи угомонись что я буду с ним делать вот как его грохнуть вот как эту бестолочь грохнуть взять вот лисе скормить почти что нету сил весь обессиленный ой сюда у тебя нету не могу я тебе такого убить всыхай давай все обсыхай потом подумаю что с тобой делать вообще-то это салатник мы с него едим теперь мне надо мыть не перемыть кипятком обдавать нафиг ты туда забрался и грохнуть теперь тебе не могу тоже мне чудо мокрая замерз трясется весь давай тепленькой водички налью жалко ты существо да жалкий ты малыш жалко мне тебя трясется весь ой а нехрен сюда залазить шаришку показала пошла показать грудь чё будем делать да ореха постри чудище видишь какое маленький бестолковый на бумагу сохни чудище чудик чудик музик чё будем делать а может локи вот дадим нет маленький для этого маленький я вижу что он маленький поэтому и жалко его дурака трясется сидит на бумагу тебе наверно попить захотел провалился лишь чуть не утонул у него уже сил не хватало я буду слива а локи хочется чудище налоги я хочу такую мышку скушать пусть обсыхает пусть живет домой бы и так бы его спасли мы две дуры с тобой потому что не его жалко чужие то ты же грызун пойдем ладно я немножко с придурью это от того что и могу я взять его вот так и шибануть он боролся боролся за свою жизнь туда последнего карабкался а я его достану и грохну вот если бы он попался бы в мышеловку либо его кот поймала это другое дело а так я не могу его убить живое существо ведь ну плюс сейчас его год поэтому один раз спасти можно посмотрим если он выпрыгнет с этой миски то выпрыгнет если не выпрыгнет обсохнет мы его выпустим на улице где-нибудь сейчас у батареи у этой обсохнет да он обсыхает он решилишь он он устал очень сильно он с последнего там тонул выбивал выбился весь из сил он там воды нахлебался так что обсыхай обогревайся и дальше там видно будет что с тобой делать так что с тобой делать